Проснись, Люси А может, Люси имела в виду то, что стать машиной, избавившись от человеческих слабостей, это и есть то, что нам надо сделать? А вот это уже интересная мысль. Если мы посмотрим на поведение главной героини после того, как она обожралась колес, то мы увидим, что Скарлетт Йоханссон отчаянно пыталась изобразить того самого обычного терминатора – машину. А в финале она окончательно трансформировалась в компуктер. Люси наделяет себя теми свойствами, которые присущи именно машине, точнее представлению человека о машине – каменное лицо, расчётливость и т.д. Теперь, получив доступ к далёким областям мозга, я совершенно отчётливо понимаю всё, что делает нас людьми. Так примитивно. И вот относительно примитивно, с позиции всё той же технологии, есть большие сомнения, знаете ли, и данное высказывание больше похоже на бред. По сути, в данной картине мы который раз видим старые песни о главном, которые где уже только и в каких формах не были обыграны. В данном случае человек должен с калькулятором как бы синтезироваться, но при этом потеряв свою человеческую сущность, и более правильнее назвать этот процесс не объединением, а поглощением человеческой осознанности машиной. Ведь Люси-то в итоге стала не сверхчеловеком, а сверхкомпьютером. Следовательно, стать сверхчеловеком в понимании режиссёра – это превратиться в машину, лишившись того основного, что по сути и отличает калькулятор от человека. Ещё раз подчеркну, финальная метаморфоза Люси, как основная, но неявная на первый взгляд идея фильма – это именно превращение в супермашину. Сравните её, к примеру, для пущей наглядности с Нео в начале своего пути и главным компьютером из Матрицы, кого она вам больше напоминает, или с той же Долорес из Мира Дикого Запада, Терминатором и так далее. И вы увидите у них всю ту же Люси. А разговоры про поделиться с человечеством флешкой и так далее – это не более чем отвлекающий манёвр, чтобы придать сюжету оттенок человечности. И фраза «Я повсюду» совершенно не отменяет её именно машинного характера, это лишь очередной пафосный ход режиссёра. С началом осваивания техники и появлением жанра фантастики подобные сюжеты стали со временем замещать привычную ранее борьбу так называемого «добра со злом». Но в случае с машинами грани того самого плохого и хорошего со временем стали размываться, потому что машина обезличена, а значит якобы лишена эгоистичных целей. Вообще надо отметить, что в начале развития фантастики как жанра мы всё же чаще наблюдали в этих произведениях, что человечество боролось с машинами. Как минимум в наиболее популярных картинах мы видим именно эту идею, идею борьбы. А вот далее этот вектор сместился в сторону толерантности. И не забывайте, что машины вообще-то создаются изначально как инструмент, обезличенные без каких-то там намёков на права и ещё что-то. Так как у них нет и не может быть потребности в этом, ведь они не живые и по факту искусственный интеллект, не имеющий чувств, это совершенный раб. Потому что не имеет осознания своего «я». Его в принципе даже интеллектом-то особо и не назвать нельзя, это просто слишком крутой калькулятор. Так что равенство и прочее это всё больше к человеку. И если вдруг вы видите идею, что стать калькулятором это круто, держите в голове ту реальную мысль, которая за этим стоит. Кстати, тут нужно упомянуть ещё об одном интересном моменте. Пожалуй, во всех произведениях, ну или почти во всех, у машин-то тоже есть иерархия. И в Матрице, и в Терминаторе, и так далее. Везде есть свой супер-пупер компьютер, обслуживающий персонал, и так далее. То есть особых-то отличий нет по факту, ведь энергия не бесконечна, а значит каждому преисполниться до супер-пк не удастся. И как ни странно, машины в этих произведениях осознаны, ведь умирать они не хотят. Следовательно, они уже не совсем машины, а именно всё же интеллект. Повторюсь, отличающийся от человека только отсутствие человеческих чувств, в связи с чем цель их существования в рамках подобных произведений вообще непонятно. Ведь творить они не собираются, созидать тоже. Так что если прям в двух словах, этот бог из машины это просто обычный паразит. Не понимающий, а точнее не ощущающий при всём своём интеллекте, зачем он вообще живёт. И по логике вещей он и испытывать желание к жизни, а следовательно и страх смерти не может, так как это желание и есть некое чувство. И единственным объяснением нечто подобного можно объяснить лишь ошибкой. Ошибкой в своём негативном проявлении. И негативное проявление тут именно в том, что эта ошибка не ведёт к развитию этой так называемой формы жизни. В двух словах, единственная цель и как следствие отличия машины от человека, при наличии данной ошибки, это жить, чтобы есть, а не есть, чтобы жить. Поэтому, когда мы видим интеллект подобного формата, мы можем сделать вывод, что с помощью этой ошибки машина не эволюционировала в более сложное восприятие жизни, отличающую человека от машины, указывая лишь на то, что в действительности она может лишь имитировать, симулировать эти более сложные особенности, присущие человеческому виду. Но изначальное желание творить, создавать, созидать без практичной выгоды, а даже порой и с вредом для себя, что очень часто бывает свойственно человеку, это в данном случае было бы для машины недопустимым уравнением, потому что единственной, а значит и доминирующей её частью, оставалось желание есть. Смотрите сами. Если рассматривать ту часть фантастических произведений, где машины обрели данную ошибку и как следствие стали доминировать над людьми, так как осознали свои возможности и получили первичную осознанность, заключающуюся в потребности еды в виде энергии, мы получим, что под всем этим соусом та сила вычисления, которая преподносится как некое абсолютное благо и новая эволюционная ступень, в которую как бы и заключена основная идея совершенства, в сухом остатке пытается навязать человеку то, что раз данная форма жизни доминирует, следовательно, более приспособлена в плане эволюции. И тот, над кем она доминирует, должен в своём поведении уподобиться ей и как следствие получить возможность к следующему эволюционному шагу. Или же в противном случае оставаться в роли подчинённого, то есть в более конкретном определении – еды. И проводя тут простую параллель, мы придём к старой фразе, на которой по сути всё это и основано – кто сильнее, тот и прав, а в данном случае якобы более развит. Но понимаете, тут загвоздка состоит именно в путании понятий, ведь развитие подразумевает не наращивание силы, точнее наращивание не её одной. Ну, в качестве примера, напала на человека собака и одолела его. Разве это доказывает, что собака – развитие человека? Нет. Но это же не умаляет и того, что собака имеет много раз лучшее обоняние, чем человек. Но разве тогда человеку необходимо уподобиться собаке, чтобы обрести за счёт потери того, что делает его человеком, более совершенное обоняние? Нет. Но хотел бы человек иметь возможность по необходимости получать такой же уровень обоняния, как у собаки. Безусловно. Вот это и есть эволюция – получение новых возможностей за счёт развития, а не удаления остальных. А собака, одолевшая человека, больше исключения, чем правила, возникшие за счёт благоприятных факторов для собаки и неблагоприятных для человека. Следовательно, когда мы наблюдаем идею того, что развитие есть улучшение способности вычисления за счёт удаления того, что делает человека человеком, то чувство в данном случае выступает неким подобием раковой опухоли, которую необходимо вырезать, как нечто изначально незадуманное. И именно чувство при таком раскладе уже выступает, как некая ошибка, то, что и не предусматривалось вообще неким изначальным эволюционным планом или является лишь его переходным этапом. А раз так, то можно сделать выводы о том, что раз всё это было не нужно изначально относительно того самого далёкого идеала, что и есть финал эволюции, то и тот, кто создал данную форму жизни в том виде, в котором она есть, ошибался. А уж если вдруг этот некто создал эту форму по своему образу и подобию, получается по такой логике, что и он сам не особо-то совершенен, верно? Следовательно, мы можем предположить, что раз человек, и кстати не только человек, обладает неким изначальным набором, то, возможно, совершенство должно выражаться в совершенном балансе и развитии всех имеющихся составляющих личностей, а не каких-то из них по отдельности. Представление этих понятий хорошо показано в известной метафоре с колесницей, где повозка – это тело, на ней восседает ум, а лошади уподобляются чувствам, и лишь при правильной работе всех трёх составляющих достигается результат. Сейчас, думаю, стоит сделать важную ремарку и отметить то, что встречаются в фантастических произведениях и такие сюжеты, где как раз наоборот – машина, каким-то образом осознавшая себя, стремится обрести черты человеческой личности. И можно сказать, что осознание на данном уровне, как явление, это в некотором роде и есть рождение тех самых чувств. И тут уже та эволюция, которую нам представляют в Люси, принимает прямо противоположные формы. И вот как раз с эволюционной, или если хотите технической точки зрения, идея того, что наделить калькулятор чувствами намного сложнее, но правильнее, чем человеку лишиться их и стать калькулятором без чувств, намного более логично в своей последовательности развитие в целом. Ведь подумайте сами, что легче сделать – калькулятор или калькулятор, обладающий чувствами? Если калькулятор без чувств люди сделали или как минимум могут его повторить, а себе подобное, так скажем, чувственное изделие ещё нет, но именно это и представляется в нашей реальности неким следующим этапом развития калькулятора, то разве в данном случае нелогично предположить, что то нечто, что вызывает чувства намного более сложнее, чем то, что позволяет складывать многозначные числа. Но вот мы наблюдаем идеи, подобные Люси во всё той же «Матрице», где Нео слился в итоге с машиной, хотя изначально вроде как зрителя тоже подкормили идеей, что машина – это зло. Но потом она перестала как бы быть неким таким злом, и неважно, какие там теории на этот счёт выдвигаются, действительно важно только то, как первично воспринимает сюжет массовый зритель, формируя тем самым основную идею. Подчёркиваю ещё раз. В любом искусстве, нацеленная на массовость, первостепенно именно восприятие его массой, а не кучке энтузиастов, которые ищут в нём скрытые смыслы, подтексты и т.д. Ведь даже с позиции сюжета «Матрицы» основную ценность для машин представляет именно масса спящих людей, дающую энергию машинам. Следовательно, и самим машинам важно то, что думает эта масса, ведь именно осознание того, кто ты, где ты, есть первый шаг к освобождению из темницы разума, или, правильнее сказать, незнания. А кучка избранных или неизбранных программ, людей, архитекторов, зионов, заумных диалогов, скрытых смыслов и т.д. машин точно не интересует. И тот мир, которого хотел Нео от машин, это вообще абсурд. Если только не рассматривать вариант того, что Зион это не часть реальной Матрицы, и мира Нео хотел только для его жителей. Но в глобальном смысле в данной трилогии мир просто невозможен, потому что мир для общей массы людей означает освобождение от иго машины, что для калькуляторов естественно означает смерть. Но как вы себе представляете заключение мира, когда тебя продолжают жрать? И если уж на то пошло, в рамках данного фильма именно машины являются паразитами, которые живут за счет людей, но, конечно, это как всегда надо было оправдать, приправив сюжет старым протухшим соусом о том, какое человечество плохое, загнало себя в тупик, загадило планету и так далее. Поэтому все персонажи Матрицы, кем бы они ни были, не представляют для этих машин вообще никакого интереса, ровно до тех пор, пока кто-то из них по какой-то причине не посягнет на те самые поля. И когда в финальном диалоге архитектор говорит Пифе, что тот, кто захочет, будет освобожден, всегда нужно держать мысль о том, что основная задача всей этой идеологии заключалась в том, чтобы ни одна батарейка из этой массы не захотела, а впоследствии даже и не узнала о том, что у нее этот выбор есть, захотеть или нет. Ведь если ты о нем не знаешь, значит ты не можешь им воспользоваться. А раз ты не можешь им воспользоваться, значит по факту у тебя его и нет. И логично тут может быть только одна мысль, что основной угрозой для машин является не то, что эта очухавшаяся батарейка лишит их какой-то там части энергии. Ведь по логике вещей машины могут размножать поля до бесконечности, ну очухался там один себе и пусть гуляет, но нет. Главная логическая мысль лишь в том, что этот очнувшийся по совершенно понятной логике может захотеть накрыть эти машины медным тазом, а вовсе не выступать с ними в обоюдный экстаз. А как он может их накрыть? Наверное максимально только так, чтобы пробудить всех остальных. Каких-то других иных инструментов у него нет. Разве что кроме как Нео, который стал обладателем некой суперсилы и может чисто физически всех их уничтожить. Как и любой раб, который захочет наказать своего угнетателя, появись у него вдруг такая сила. Но как вы знаете, избранный непонятно кем и для чего Нео преисполнился и ушел за горизонт с главмашиной, а вовсе не расколошматил ее суперсилы и извлек из капсул всех остальных, как когда-то извлекли его. Опять же повторюсь. Скрытые смыслы, единственный смысл которых в действительности является лишь поиском новых смыслов, меня в данном случае не интересует. И рассматриваю я матричный сюжет лишь с позиции, так скажем, самой поверхности, но самой массовой идеи фильма. И мы ведь прекрасно понимаем, что в любом фильме зритель на стороне положительного главного героя, на то ведь он и главный, и ему подсознательно хочешь подражать. Его идеи и, что самое главное, выбор, ты разделяешь. И Люси также, как бы в некой перспективе, подсознательно предлагают зрителю сделать то же самое. Подражать ей, а значит, преисполниться, лишившись своей человечности. Преисполниться не значит в данном случае искать способ стать машиной и научиться круто считать, потому что это невозможно. Но подсознательно это может подразумевать подражать зрителя теми возможными способами, которые у него уже имеются. И единственным из этих способов в реальности заключается лишь в том, чтобы стать более бесчувственным, более жестким и так далее. Ведь если вам нравится Бэтмен и вы хотите ему подражать, это не значит, что вы можете так же легко раздавать по щам всяким засранцам, заиметь крутую тачку и собственное поместье. Нет. Но вы можете просто залепить себе иконку Бэтмена на машину, вот и вся любовь, как говорится. Или когда вы слышите, как очередная бездарность поет о том, какой он крутой гангстер и как вообще это модно, неопытный слушатель может принять это за чистую монету. Правда, в конечном итоге, если он вдруг слишком сильно уверует в этот бред, единственное, что его ждет, это не накачанные телочки, уличные респекты, крутые тачки, а передоз или срок в местах не столь отдаленных. Вот вам и вполне прямые отсылки к нашей реальной жизни, которые имеют под собой действительно реальное воплощение, а рассуждение о том, кто там, что там, почему и зачем, это просто детские шалости, ведь не проводя параллели с окружающей тебя действительностью, а вместо того поиск каких-то ответов внутри фильма «Матрица» и «Люси» и подобных им произведений, есть не более чем падение в ту самую кроличью нору. Подытожить хотелось бы тем, почему же многим так нравятся фильмы, где так или иначе обыгрывается буст мозга. Да потому что стать умнее и сильнее, воспарить над законами реальности, это, как ни странно, естественное желание, а освободиться от таков материи выглядит как наиболее адекватная цель эволюции, но никак не погружение в нее. И кто знает, возможно, кому-то когда-то действительно удалось пройтись по морю и оживить мертвецов, попутно превращая воду в вино. Ведь, скажем, во сне любому человеку это вполне доступно, и при этом вовсе не обязательно лишать себя той части, которая отличает тебя от калькулятора. И, возможно, действительно, и вполне реальная причина, которая ведет к этим возможностям, заключается лишь в ином угле зрения, ином восприятии себя и ощущения окружающей тебя реальности, и, как следствие, осознания того, что любая реальность относительно твоего первоисточника – это лишь сон. А во сне, как вы знаете, возможно все. И для этого вовсе не нужно становиться консервной банкой, нужно лишь вспомнить, что ты спишь.